у армян здравствуйте ой спасибо вам большое что вы согласились что у вас нашлось время очень звезды сложили что мы можем с вами поговорить могу сказать что у нас целый фан клуб и мы не пропускаем ни одной вашей передачи ни одной быть честное слово спасибо спасибо вам еще раз дает по вопросам вы не видит расскажите пожалуйста на каким временем я располагаю часа часа полтора хватит жилом ночи полтора то да я просчитывала кмэгитинг и гораздо меньше спасибо вам большое так сейчас я включу запись вот вопросов на самом деле накопилось очень много по одному же анонсировали заранее поэтому я вам буду эти вопросы озвучивать хорошо но вот давайте начнем вот такого меня он лично интересует скажите пожалуйста как вы относитесь к истории про бот военного положения будет или нет мне так вот кажется что на самом деле военное положение было бы совсем неплохо для украины мне кажется там уже многие сами хотят чтобы был порядок какой то ну вот теперь ваш комментарий но оно невозможно по определению военное положение ну во первых это противоречит тем программным установкам которые позволяют себе украинские политики они же говорят о том что они строят настоящие европейские демократические государства извините с законами военного времени это не имеет по определению ничего в общем во вторых законы военного времени подразумевают целый ряд жестких и крайне непопулярных в обществе мира в тех условиях которых находится украина это абсолютная утопия это означает просто моментальный коллапс всего того чего возможно и снова существующий на украине политической системы не думаю что украинские политики готовы к подобному повороту событий в стране третье совершенно очевидно что на сегодняшний день для украины есть только один путь это путь реализации минских соглашений ничего другого быть там не может в принципе законы военного времени подразумевают прежде всего эскалацию насилия на юго-востоке украины со всеми вытекающими оттуда последствиями в этом случае украине придется иметь крайне неприятное дело уже с европейскими тяжеловесами которые являются такими же абсолютно участниками нормандского формата пойдет на это там порошенко паруби и так далее и тому подобное нет ну и четвертое военное положение на украине надо было с этой точки зрения тогда вводить весной 2014 года когда у их кураторов из администрации обамы было больше времени больше возможности сейчас в условии когда обама хромая утка и совершенно непонятно как будет себя вести следующая администрация сша и самое главное кто условно там будет в ней да потому что не очевидно еще что трамп проиграет а приход трампа это может быть совсем другая история для украины поэтому какая тут возможность это чистый популизм абсолютно и савченко с этой точки зрения права я же не случайно написал в твиттере что как это неудивительно прозвучит но она самая адекватная политика удивительной стране она единственная кто трезво способна оказалась способна оценить тот базовый набор факторов которые сегодня присутствуют на украине ага спасибо я поняла мы вчера кстати смотрели по ее интервью на вместе с мураевым но и раз уж мы заговорили про савченко я сейчас помнила мураева давайте тогда я спрошу вас как вы рассматриваете возможность кто может быть следующим президентом савченко заявила что если нужно то она может и сесть кресло президента а по поводу мураева по поводу там ну как как вы считаете кто может быть для той существующей сегодня на украине модели вот это такой достаточно жестко авторитарный настроенный крайне русофобский так далее и тому подобное абсолютно неважно кто там будет сидеть в кресле может быть условно паруби это может быть аваков это может быть такой вечная госфера политики снг саакашвили и так далее и тому подобное очевидно что не настроена украинская нынешняя существующая политическая вита на какой-либо конструктивный диалог на мирное урегулирование вопросов по юго-востоку украины на избавление от многочисленных политических репрессий я напоминаю что в одном только харькове свыше тысячи человек содержится по политическим мотивам в застенках сбу при этом формально они находятся на свободе поэтому абсолютно неважно еще раз говорю кто там будет это возглавлять и кто мнит себя условно там новым гетманом скоропадским на мой взгляд когда все закончится на украине появятся совершенно другие политики которые будут возвращать стране для начала чувство элементарной национальной гордости которой сейчас на украине нет потому что национальная гордость это вовсе не прыжки дикие по улицам с воплями кто не скачет тот москаль и вовсе не тот парад абсурда который мы наблюдаем с вселенским вставанием на колени и так далее тому подобное национальная гордость прежде всего это память о собственных прадедах о том что они делали при жизни и кем они себя позиционировали украину пытаются этой национальной гордости активно лишить но как показывает практика все эти попытки мало чему приводят потому что даже среди аудитории господина гонопольского уже обнаружилось 92 процент людей которые не желают защищать страну а это согласитесь вердикт это вердикт существующей власти прежде всего и это означает что то идеологи которые пытаются продвинуть на украине они не работают соответственно из этого надо делать выводы а попытка савченко играть на этом условно таком государственно патриотическом поле ну она тоже ни к чему не приведет савченко военный преступник что здесь спорить о чем можно обсуждать документы все известны а извините с таким бэкграундом говорить о том что ты будешь добиваться гражданского спокойствия в стране но это очень слабо надежда да она понятно она сейчас говорит о том что надо договариваться с юго-востоком но сколько я вот лично слышал за последние два года подобных заявлений главное что они ни к чему не ведут ну такая савченко да савченко депутат верховной рады у которой того и гляди отнимут звание героя украины потому что не нравится украинской политической элите то что говорит и делает савченко ну какой там путь дальнейшего позицию ну возможно будет ли эта позиция конструктивной лично у меня огромные сомнения на это счет но вообще сейчас на украине сложилась условно политическая модель и когда политические тяжеловесы предпочитают в ней говорить а вы за последнее время не увидите в актуальной повестке дня там условно ни Сынюка ни тут же Тимошенко не целый ряд других людей почему все прекрасно понимают ситуация сложная ее надо перемолчать чтобы потом выйти тогда все это начнет сыпаться и сказать ну вот видите а вот мы же вот вот они мы же герои мы же предупреждаем говорить о том что савченко сегодня является условно там рукой тимошенко или креатуры блока порошенко я бы не стал она была конечно на определенном этапе особенно когда савченко находилась в россии на скамье подсудимых савченко была нужна украине мертвой вокруг нее должен был быть по идее воздвигнут новый государственный культ как вот предыдущая перемога украинская образца 18 года воздвигла культ мертвых из погибших этих несчастных гимназистов под крутыми и как потом в эмиграции сделали ровно точно такой же культ вокруг разгромленной дивизии СС Галичина под бродом вот это была классическая модель живая савченко оказалась абсолютно никому не нужны на украине с одной стороны а с другой стороны она для очень многих людей стало опасны и вредны потому что совершенно было всем понятно что савченко крайне не сдержанный человек и попытка каким-то образом с ней договариваться это весьма своеобразное удовольствие что она и демонстрирует да если проследить динамику заявлений госпожи савченко за последние там полтора месяца вы с удивлением обнаружите что она то по сути дела заговорила ровно о том же о чем уже два года с маниакальным упорством толдычат российские политики политологи эксперты о том что на самом деле происходит на украине естественно что это правда она никому там не нужна ну потому что в глубине души все же прекрасно понимают что там творится савченко просто озвучивать крайне непопулярные вопросы можно ли тут говорить о том что в чистом виде популизм или тонкий политический расчет я не знаю важно другое савченко идет сейчас в разнос с украинской политикой в абсолютную и чем это закончится я вполне допускаю что савченко постигнет судьба шеремета того же а потом будут рассказывать ну собственно это и сейчас уже есть это уже появилось о том что над савченко во время уголовного процесса в россии были поставлены специальные опыты по психологической обработке и она стала тайным агентом фсб является троянским конем для украинской политики ведь герасченко уже тонко намекнул на этот счет но это еще только начало процесса это только начало дальше это все будет развиваться и продолжаться ровно в том же духе она нужна была мертвой я боюсь что у нее судьба будет именно вот к этому идти понятно спасибо вам большое но про савченко тоже думают что это карта сыгранная ладно оставим савченко скажите у меня другой еще вопрос на самом деле в благосфере на всяких форумах идут споры о том нужны ли украинские территории россии или не нужны ваш взгляд на этот вопрос знаете ну это вечный спор абсолютно ваше мнение этот спор берет истоки еще из вечного вопроса с кем же на самом деле является россия является ли она империей является ли она третьим римом византии я не знаю там чем угодно спор бесконечно долгий рассуждать сможет целого ряда позиций безусловно на сегодняшний день я не убежден что российской федерации нужны например пять западных областей украины волынь и голицы абсолютно не убежден ровно точно так же как я например не убежден в необходимости срочной приобретение российской федерации условно в Винницкой области вот у меня нету такого убеждения условно старая Новороссия и то что раньше считалось югом россии а я имею ввиду там херсон николаев сумы одесса это отдельная абсолютно история абсолютно отдельно здесь мы упираемся в вопрос насколько вообще было справедливым перераспределение исторических русских земель совершенных в первые годы советской власти но у меня однозначного ответа на этот вопрос нету по причине того что я понимаю в принципе ту логику которую руководствовался Ленин история показала что это была ошибочная абсолютно трактовка но прошло достаточно много лет с тех пор я общаюсь в том числе с людьми живущими сегодня вот в этих самых регионах вы знаете у меня нету абсолютной там 500 процентной уверенности в том что они все отожисляют себя с русским миром у меня есть определенное понимание что ровно так действительно и происходит на юго-востоке поэтому Донецк Луганск это очевидно совершенно примерно так же происходит в Харькове но вот с вопросом по югу Украины у меня масса на самом деле сомнений потому что мне представляет что там как раз разыгрывается классическая история что кто платит тот заказывает музыку Армен одну секундочку извините что я вас перебила но с другой стороны вот сейчас это мы с вами в России размышляем какие нам территории нужны такие у нас имперские с вами замашки но при этом я могу сказать что очередь то не стоит из тех кто хочет с Украины попасть в состав России ну кроме Донбасса и Крыма как бы очереди то нет ну давайте прежде всего мы с вами рассуждаем там не с точки зрения каких-то имперских амбиций с точки зрения русской истории да у нас здесь вопрос стоит скорее такой в глубокой теоретической плоскости прежде всего да это не потому что я понимаю сейчас же кто-нибудь выдернет там мои слова из контекста вот тут пожалуйста значит агрессивные планы Кремля были раскрыты нет я еще раз говорю мы рассуждаем с вами с точки зрения истории вообще русской государственности что касается очереди желающих вы понимаете если у вас за любое слово есть перспектива оказаться в застенках СБУ при этом формально вы на свободе потому что на вас не выписывают ордер да ваше дело не рассматривает суд и так далее и тому подобное то крайне мало будет желающих вообще высказывать свои подлинные политические взгляды ну это по определению так поэтому говорить о том есть там очередь или нет я бы не стал на том же юге Украины существуют разные настроения абсолютно я вас уверяю что если завтра они перестанут находиться под давлением там могут заговориться о совершенно других вещах потому что там очень тяжелая социально-экономическая ситуация а самое главное что ее никто не хочет разрешать вообще никто на Украине не собирается этим заниматься даже в теоретической плоскости говорить о том что вот был Крым и были ДНР и ЛНР да были конечно но давайте вспомним какие после этого последовали политические репрессии это нам с вами легко рассуждать об этом находясь за пределами Украины а я вам могу рассказать личную историю я вот попросил людей в Харькове взять в архиве документы связанные с моим прадедом люди побоялись сделать даже это потому что а вдруг кто-нибудь заинтересуется за каким чертом им потребовались эти бумаги а извините связываться с человеком на котором там два уголовных дела по 109 и 110 статей никто не хочет потому что ты сам автоматически попадаешь сразу под уголовные преследования это же контакт с государственным преступником Сирич государственная измена ну если так совсем по простому рассуждать вы вот с этой точки зрения попытайтесь это оценить да потом мы с вами поговорим по итогам ваших зрелых размышлений мы с вами попробуем поговорить выйдете ли вы после этого условно на митинг Николаев всегда был русским городом или Одесса всегда была русским портом или нет ну то же самое там было в годы гражданской войны ну ровно то же самое они вспомнили о своей условно там национально-этно-там культурной принадлежности только после установления советской власти а во времена Гетмана никто смелых идей вообще себе не позволял высказывать потому что знали что придет этот гайдамаг в клоунских брюках и в шапке и изрубит тебя в капусту шашкой никто ему за это ничего не сделает и то же самое сейчас там смотрите у меня как раз таки на эту тему есть вопрос когда начала вот на ваш взгляд идеология украинства перерождаться сначала в национализм а затем в нацизм есть какие-то маркерные точки? ну конечно сразу как только первая перемога была у них в восемнадцатом году ну в семнадцатом еще по сути в эпоху временного правительства и сразу началась попытка национального строительства которое во главу угла конечно же ставило национализм особенно ярко это проявлялось в ЗУНР это западноукраинская народная республика это вот как раз запад Украины, Львов например а уже в эмиграции в двадцатых-тридцатых годах так это вообще сколок абсолютный был с идеологией НСДАП того же вы поймите в ту эпоху национализм был вот такой вот агрессивный да национализм даже скорее переходящий в шовинизм блюд он был безмерно популярный в Европе это ж не только там Германия да это и Португалия с режимом Салазара это и Румыния с железной гвардией Антонеску это весьма своеобразная политика в Болгарии в Венгрии, в Италии, в Испании, в Бельгии и так далее и тому подобное а эти конечно старались следовать за модными трендами поскольку ничего своего же нету ну все же придумано было за них если я уже много раз это рассказывал если открыть выпущенный во Львове справочник кто был кто в СТУНР то вы с удивлением обнаружите что среди отцов основателей этой государственной модели не было ни одного украинца а были сплошь австрийцы офицеры генерального штаба там Вольф, Бизнес и так далее куда им следовать? ну конечно за европейскими партнерами поэтому радикализация шла вот это национальная идея аж не имело ничего общего с той украинизацией насильственной даже которую проводили большевики на Украине две принципиально разные модели в основу одной ложился шовинизм такой вот знаете хуторской абсолютно чтобы не видеть ничего дальше своей канавы в основу другой ложилась история большевиков о том что вот у нас как бы интернационализм такой да все вроде разные но вместе боремся за вселенское пролетарское счастье ясно скажите пожалуйста Армен а вот ну как бы мы в этом же вопросе пока еще да крутимся как вы оцениваете на сегодняшний день уровень ну условно говоря хохлизма то есть вот идеология украинства насколько захватила Украину но давайте я еще вот один миф тогда вы сами употребили это слово значит изначально хохлами в том числе на юго-востоке Украины называли тех украинцев кто не знал украинский язык вот они сами себя называли хохлами потом за годы конечно эта история претерпела изменения теперь почему-то это диаметрально противоположная точка зрения этот уровень необычайно высок на западе Украины в пяти областях он достаточно получил развитие в Винницкой области он скорее всего развивается в центральной Украине но у него крайне слабое распространение на юге Украины и на юго-востоке по понятным причинам то есть по сути дела абсолютный сколок событий столетней давности вот что было сто лет назад ровно то же сейчас несмотря на все предпринимаемые усилия даже конечно не было никакого фонда Сороса который штамповал эту макулатуру там статичными тиражами и распространял это среди жильцов нашего ЖЭКа нет конечно но по сути вот эти географические маркеры они ровно точно там же и пролегли просто где-то условно этот уровень подогревается государством и за счет этого смотрится гигантским а где-то он просто исторически такой с этим никто не мог поделать но даже сверх жесткие меры предпринятые в эпоху Сталина все равно этот уровень не искоренили на западе Украины вы сами видите да там прошло 50 лет и все вернулось на исходное как будто вот там и не было там ни 50-х ни 60-х годов нельзя поменять архетип человека то есть вы можете его поставить в какой-то момент в некие такие политические тяжелые условия но в массе своей вы не поменяете его собственное мировосприятие оно будет передаваться тебе с молоком матери поэтому условно рожденный в России человек он в той или иной степени будет разделять имперскую политику и никуда он от этого не денется по определению он может запутаться сам условно в позиционированию какое он ее видит да это условно имперское продвижение времен там российской империи имперское продвижение времен существования СССР это ничего принципиально не поменяет потому что в любом случае это имперское мышление вот а то же самое будет на западе Украины что моя канала самая широкая в Европе и ничего не поделаться скажите я правильно понимаю что ну я кстати придерживаюсь такой же точки зрения что галичина волынь ну нам не нужны ну это я так со своей колокольной да думаю а ну тоже можно поспорить потому что брали русские бригады галицийские поля если вы помните ну да но при этом скажите вот эти слова Путина который сказал нам нужна вся Украина помните же да так вот ну то есть то что Украина останется в сфере влияния России это исторически никуда от этого не денешься а вот останется ли она целой территории или ее стоит раздробить как вы думаете ну применим и парадигме слов Путина вот что можно на эту тему нет я выступал выступаю за территориальную целостность Украины другой вопрос что это просто невозможно это это эта история все равно недолговечна она рано или поздно закончится скорее всего рано потому что две идеологии которые вместе вообще никак не стыкуются они могли существовать только при очень жестком тоталитарной модели управления как только эта модель дала сбой сразу соответственно я под сбоем здесь имеется ввиду распад Советского Союза сразу возник целый ряд вопросов вы поймите что то что произошло на юго-востоке Украины в 2014 году это же не вот с луны упало это все 90-е 2000-е годы там происходило все русские организации запрещались по суду там по моему движение которое возглавляли братья корнилова 8 или 9 раз закрыли но мне вот Владимир лично рассказывал это постоянно было а это означает что нет никакого гражданского согласия и нету желания расценивать себя в рамках одной какой-то единой страны и то же самое такое же отношение к этому на западе где вообще искренне считают что на другом берегу Днепра Украины нет поэтому к сожалению вероятнее всего это произойдет раскол здесь и другой вопрос если бы условно украинские власти пошли на федерализацию да постарались создать какую-то привлекательную модель для населения да с какой-то привлекательной национальной идеей которая способствовала объединению страны хотя бы с интеллектуальной точки зрения тут можно было бы о чем-то говорить но они же принципиально этого не делают заявление Порошенко о том что галичане являются объединяющим стержнем для всей Украины это анамнез и диагноз абсолютно все после этого можно ничего не говорить я понимаю но как бы из этого следует еще один вопрос из нашей предыдущей беседы как вы считаете можно ли считать можно ли считать проигрышем то что нам не удалось сделать из Украины Казахстан 2 который сам бы себя кормил нормально бы работал торговал это наш проигрыш без этих постоянно на зло бабушки отморозил лучше ну да это конечно проигрыш проигрыш здесь не очень спорить надо вечно называть своими именами это наш государственный проигрыш ну понятно почему он произошел с одной стороны была эпоха 90-х годов когда Россия стояла на коленях и у нее не было ресурсов заниматься вообще чем-либо она же самой сама собой не могла заниматься все шло в полный разнос абсолютно государства в двухтысячных годах стало попроще но здесь сработала ровно такая же ошибка какая была в семнадцатом году то есть вот что большевики в семнадцатом году да искренне полагали что куда там она денется эта Украина сейчас там свистни и она прибежит и было же потрясение когда это там центральная рада отказалась принимать всю власть Советом да и пришлось альтернативное правительство создавать там в главе с Затонским и Сталином в Харькове это же не случайно да вот ровно такая же ошибка была сделана в двухтысячных годах вот все искренне считали да куда она денется эта Украина да там есть там придурки какие-то на западе ну и пусть там себе гужуются никого влияния ни на что это не имеет когда я там с 2010 года раз в неделю в эфире говорил о том что друзья у нас будет огромная проблема с Украиной потому что там выросло по сути уже два поколения на идеологии АУН УПА а мы никак этому не хотим ничего противопоставить внятного и больше у нас даже нет специалистов которые могут полемизировать с украинцами по истории АУН у нас их и сейчас там пять человек пальца одной руки хватит пересчитать людей которые внятно могут выйти оперируя фактами объяснять именно нацистскую составляющую этой платформы а тогда это было еще меньше и все искренне думали что никуда ничего не денется и как в 2013 году происходит майдан то разумеется это стало для всех гигантским откровением и потрясением и никто не понимал вообще что надо делать с этой точки зрения но потом как-то сгруппировались да стало чуть-чуть проще а первое время первый месяц ноябрь декабрь это страшно абсолютное непонимание людей что произошло то есть вот я тут только вот вышла у меня книга про Ленина я как раз работая с архивными документами смотрел вот это противостояние центральной рады вот ровно то же самое вот абсолютно прошло сто лет по сути вот непонимание там Троцкого уроженца Херсонской губернии что там произошло на Украине вот ровно то же самое у нас было вот и в 2013 году традиция такая ничего не поделаешь ну да я поняла про традицию скажите а вы слышали выступал Карасёв а вы же с ним по моему на программах на каких-то шоу да ну минимум раз в неделю встречается ну вот скажите поскольку наверняка и вы это знаете что он же креатура человек который вхож к Порошенко правильно же да и он при этом говорит что давайте напишем письмо корона не упадет я цитирую его просто как вы думаете они а не сигнал ли это а кто кому должен написать ну они путиным он же про это говорил вот вчера буквально чтобы они написали письмо путиным чтобы они написали корона с нас не упадет если мы письмо напишем видимо это как аналог того что турки написали извинительное письмо а вы не видели видимо этот ролик но там Карасёв говорит такие слова представляете не это сигналом каким мимикрия абсолютно украинских политологов потому что у них 7 пятниц на неделе вот то что вы рассказали это все конечно очень интересно но я лично слышал ну недели три назад диаметральный оценку что никаких вообще контактов с подлыми этими соглашателями военными преступниками быть не может это вот а с чем связано как вы думаете вот это переобувание на ходу на лету просто да не на ходу даже вы поймите лошадка вот самая обычная лошадка она не может всю жизнь провести в голове она просто рухнет и умрет ее нельзя все время гнать она устает она выбивает свои силы ровно то же самое происходит на украине но невозможно все время понимаете жестким таким вот террористическим путем сдерживать центробежные тенденции в стране Карасев же очень умный политолог это же не вот эти балаболы вроде там яхно и так далее которые никто и звать никак которых никто не знает ни в России ни на Украине не знаю мы в телеканале плеемся на телевизор Карасев это очень серьезный политолог которого там еще 20 лет назад все знали и то что он говорит это во многом действительно представление вот этой украинской политической элиты о процессе они же тоже понимают что это не может происходить вечно но нельзя все время нельзя ежедневно понимаете говорить о том что мы объявим войну России не делая пауз требовать у агрессора скидку на газ нельзя понимаете все время говорить о том что у нас значит нам противостоят на юго-восток страны 762 танка то есть это больше на сегодняшний день чем вообще имеют Великобритания и Франция ой извините Франция и Германия да и при этом постоянно скулить о том что вот там в недрах где-то государственной думы говорят о том что надо ограничить режим по приему рабочей силы из Украины понимаете они все время ставят себя в какую-то глупую парадигму но из него каким-то образом надо выходить а как выходить тут существует два варианта либо ты должен выйти на роду и сказать ребят вы вас обманывали два года подло по указке госдепартамента США но они же на это не пойдут поэтому что остается вот кидать такие прозрачные месседжи опять же там российскому экспертному сообществу что ребят ну мы то на самом деле мы же с вами то братья мы же все понимаем ну ладно вышли там какие-то уроды которые там стихи про небратья написали там у москаляку у москаляку ну мы же с вами то все понимаем это чисто прагматизм абсолютно красавцы еще раз говорю вадим чрезвычайно умный начинственный человек прекрасно понимает что там происходит и если люди за счет у него нет он просто играет определенную роль и все но таким образом раз такой вот месседжи появился может быть что то там на самом деле подпаду подумаю бою я вот об этом да ну собственно я услышала ваш ответ спасибо ну конечно подумал но они понимают прекрасно что это не может быть вещь если произойдет условно социальный взрыв в стране то есть сметут никого гости портали в США там в друзьях не будет потому что вся уничтожность за последние два года промышленность на Украине и превращение аграрной страны по сути дела в какую-то феодальную лужу это на на совести нынешней украинской политической элиты никакая россия к этому никакого отношения не имеет уничтожение ана там харьковских заводов и так далее то причем здесь россия это делают нынешней украинской власти это прекрасным образом понимают ну куда все эти люди то побегут ну хорошо ладно там Порошенко Парубий и Цинюк эти будут в Канаде а все остальные то куда денутся ну не нужно же в таком количестве эти все люди на западе понимаете да всех не трудно устроить ну там три тысячи человек можно остальных куда поэтому и подаются такие мессенджи ребята мы то на самом деле мы же с вами все понимаем но сейчас просто вот ситуация такая в стране я вас уверяю я готов поспорить на стакан чая с сушкой когда произойдет демонтаж нынешней украинской власти тот же Карасев вам первое объяснить что он все в это время был противником ее ну так он же на каждой передаче говорит не говорить и плохо давайте договариваться и у него будет на самом деле повод для этого потому что он умный человек он понимает все прекрасно ну да это что не вот эти балаболы типа Олеси и Яхно которые бредят не приходя в сознание но это тут то другой уровень совершенно он прекрасно отдает себе отчет что там происходит это не является тайной никакой ну собственно сами украинские средства массовой информации об этом обо всем открыто пишите спорить хорошо смотрите спасибо за этот ответ смотрите интересный вопрос из чата почему у Европы не срабатывает инстинкт самосохранения от сюрпризов из-за неполадок там или терактов на украинских АЭС ну то есть там ситуация на самом деле очень серьезная а вот никто не знает об этом какой там волшебный сенс самосохранения конечно нет кому это там интерес ничего вы поймите что европейский обыватель узнал про существование вот в массе своей да узнал про существование какой то там неведомой украины только после событий майдана для них это вообще все россия по сути я лично слышал от очень многих европейцев что у вас там в Киеве происходит у вас там понимаете а вы хотите чтобы они там вам порассуждали о том что там на АЭС происходит они вообще не знают этого а потом европейская печать об этом не пишет украинская печать об этом тоже не сообщает об этом пишут русские эксперты а всегда это можно сказать да ладно это там кремлевская пропаганда ничего страшного это что ровно так и работает немецкий обыватель вообще был шокирован узнав про существование Азова когда это показали немецкие телеканалы когда это показывали русские телеканалы они думали что это пропаганда и агитка этому не надо верить когда это сняли сами немецкие журналисты у немцев был шок абсолютный анафилактический они увидели символ второй танковой армии СС Дасрайх а до этого считали что это все ерунда абсолютно и то же самое по всем пунктам по этим мы удивительным меджинисом там я не знаю по добрбатам по полиции и так далее и тому подобное они не знают о реальном существовании дел там это щитение обсуждается на груди там немецкую печаль там нет этого ничего и во Франции то же самое я вам больше что скажу у меня недавно вдруг из Франции вернулся ни на одном французском телеканале он не услышал слова Украина вообще ну а сейчас то тем более сейчас вообще всем не до Украины стал если раньше еще там Оланд да что-то с Меркель говорили сейчас после этих терактов и кстати вот у меня в связи с этим вопрос скажите теперь вот по поводу нормандской четверки интересно поговорить да по ну про урегулирование ситуации это и нормандской четверки она вообще будет в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не ну будет конечно нормандский формат будет продолжаться вплоть до решения минских соглашений другой вопрос что оба европейских политических тяжеловеса их уже по-моему вот извините за грубое слово но их тошнит при одном слове Украина потому что из совещания в совещание из консультации в консультацию они говорят о том что вы обязаны выполнять Минские соглашения и Украина все равно принципиально ничего не делает ничего не делает то есть вот вышел Порошенко и сказал мы выполнили 95 процентов Минских соглашений ура а нельзя ли объяснить а что это такое вот и 95 процентов хоть один пункт можно назвать и выяснишь что ничего не сделано абсолютно ничего никаких даже стремлений и попыток предпринимать ну если конечно вынести за скобки многочисленные заявления Савченко последних там месяцев и все больше того даже в украинской печати если вы откроете да там Минские соглашения они фигурируют только в том смысле что их не выполняет Россия они даже не понимают что Россия не сторона вот этих вот Минских соглашений с этой точки зрения даже это на Украине понять не могут там я не знаю наверняка тоже слышали что обиженные украинцы собираются вводить таможенные пошлины для турков вот и в связи конечно интересно ваше мнение по поводу признания поляками геноцида они же такие братушки были что вдруг случилось но давайте по пунктам прежде всего это удивительная страна перманентных обид и разочарований на всех так же было ровно сто лет назад никаких союзников там быть не может по определению понимаете вот с таким же успехом можно вот в теории рассуждать является ли условно говоря стратегическим союзником украины придорожная канава как где-нибудь там в германии вот это и ровно из той же категории сравнение совершенно очевидно что в глубине души поляки третья речь посполита хочет великую польшу от моря до моря а составной ее часть является пять западных областей украины это что стратегический союзник конечно нет обида на турцию а кто им вообще сказал что турция в какой-то момент хотя бы неделю какую-нибудь могла расцениваться как стратегический союзник украины конечно нет это хотелки влажные нет понимаете мы с вами хорошо не мы с вами давайте я я могу хотеть сколько угодно попасть на концерт битлз но я не могу туда попасть в силу того что эта группа не существует с семидесятого года и двоих уже даже нету в живых вот это ровно из той же категории вы в глубине души можете быть сколько угодно шопеном и бахом но от этого вы не научитесь играть на фортепиано от того что вы будете воспринимать турцию своим гигантским стратегическим союзником он таковым не будет потому что вы можете объединиться на условно неприятие кого-либо в краткосрочной перспективе но очень быстро ваш союз расколется потому что выяснится что любите это совершенно разное совершенно разное что и произошло а в результате опять теперь перманентная обиды теперь надо на турцию а до этого на всех подряд было так а что с польшей все таки с вами а что с польшей последовательно была все время польша с событий сорок третьего года говорила о том что это геноцид для кого это стало откровением для дураков с Украины которые искренне полагали что это сделали переодетые отряды НКВД ну понимаете там нужен врач-психиатр все все нормальные меняемые люди прекрасно знали во все времена кто совершил волынскую резню то что ее не условно не обсуждали не продвигали медийно в советском союзе было понятно почему была просьба товарища Щербицкого на этот счет и по поводу Бабиевой Яры и по поводу хатыни и по поводу волынской резни и так далее там большой пласт вопросов да вы что это просьба была Щербицкого вы говорите что это была просьба Щербицкого конечно я не знал об этом спасибо когда встал вопрос с хатыни первый раз очень быстро выяснилось что подняли документы и посмотрели кто это сделал что это 118 шутсманшалт батальон Буковинского куриня краевого провода АУНМ ну да там на счастье советского агитпропа оказался еще рядом в этом же деле рапорт Дерливангера в Берлин это будущий командир 26 дивизии СС Дерливангер карательная часть набраны из штрафников гомосексуалистов уголовников и так далее вот она как раз занималась подобного рода операцией и поэтому заговорили о том что это немцы сделали да иди и смотри помните там немецкий офицер с попугаем по моему или мартышки какой то вот этот Дерливангер а все же знали прекрасно в руководстве страны кто это осуществил то же самое там и с Бабием Яром из которого надо было убрать там украинцев которые расстреливали евреев все тот же Буковинский куринь кстати говоря то же самое произошло с Волынской резней потому что у нас же Польша это была братская страна входящая варшавский договор социалистический блок надо было списывать на немцев что и сделали тогда распадается Советский Союз естественно эти все вопросы упали нам на голову никто же не думал о том что это вот так ну да а поляки у них это было постоянно проваланское они никогда об этом не забывали и в нужный момент они приняли это решение что явилось конечно очередной обидой и глубоким разочарованием на Украине а что вы подразумеваете говоря нужный момент нужный в чем и кому в Варшаве ну вы обратите внимание что этот вопрос Польша могла принять в 2007 году да в 2009 в 2015 и так далее а почему он сейчас был принят как только на государственном уровне Украина начала героизировать лидеров АУНУПА не просто там какие-то понимаете пионеры юные условно там западноукраинские там мемориальную плиту поставили Шухевичу на государственном уровне когда Украина начала героизацию там проспект Бандеры в Киеве там и так далее аэропорт совершенно верно аэропорт Мазепа из той же серии и сразу Польша ответила понятно ведь проект был давно написан я же вот этим дуракам украинским политологам я говорю ребят ну вы почитайте польские газеты хотя бы там трехлетней давности ну и протрите очки свои розовые все давно было готово в любой нужный момент этот закон могли принять а они наивно верили что этого не будет конечно да вы что абсолютно абсолютно да мне лично кофт он рассказывал в гримёрке перед какой-то программой о том что какой-то там никто там не примет ничего мы сейчас с поляками братья на век он мне лично это рассказывал я ему говорю ну подожди вот пожалуйста ясно ну мозг надо просто включать понимаете нельзя все время жить в интеллектуальном тумане ну было же понятно что они это сделают и получили тут же знаете это вот такой классический симметричный ответ а теперь конечно заламывание рук и плачь Ярославный как это так поляки же были нашим трагическим партнером кто вам это сказал что не ваш партнер кто вам это вообще сказал вы нужны Польше как инструмент идеологии потому что Польша себя последние четверть века позиционирует как форпост США по борьбе с Россией и вы нужны вот я имею вы как ураина вы нужны только как дубинка такая если Россия не то что там кулак поднимет а рявкнет серьезно то сразу там Польша забывает про Украину ну это же много раз уже демонстрировалось но только вот эти скорбноголовые люди не в состоянии этого уяснить они искренне себя считают почему то пупом земли ну если не все то по крайней мере там европейской политики да наплевать всем там на Украину на эту путь путь Украины это быть условно резервацией для арабов два дня назад Сорос сказал в интервью итальянской газете давайте всех арабов этих нелегальных мигрантов с Европы загоним на Украину и пусть они там живут Ого круто это будет конечно не вот и все вот и вот оно подлинное отношение к этому а когда ты показываешь что они все у них обиды разочарования ну как же так Сорос же друг и брат а вот оно реальное отношение к этому резервогет это такое понимаете и плевать всем на то что там происходит не то что там эйфелевой башни а со всех точек Европы всем абсолютно как говорил Остап Ибрагимович Бендер плюнуть как плевали до эпохи исторического материализма Армен Сумбатович скажите а вы сами вы на Донбассе были? нет на Донбассе не был но я принял активное участие в событиях в Крыму ааа так ну про Крым я я только что у меня был большой блок я много очень про Крым показывала расскажи на Донбассе я не успел побывать потому что ровно в момент когда там это все началось я занимался Крымом очень активно потом сразу по итогам моей деятельности в Крыму они мне последовательно влепили две статьи 109 и 110 на Украине соответственно уголовные статьи и соответственно я мог только вот идеологически морально там материально помогать Донбассу что я и делал хорошо я поняла а скажите как вы думаете ну как бы у нас подушка безопасности была всегда Украина да? ну раньше в смысле от НАТО я имею ввиду ну как теперь ее нет и ну учитывая про тоже сегодня читала нашему чату про план петля анаконды ну что поджигают зажигают Россию сжимают со всех сторон вот как вы думаете а может ли быть следующей республикой ну не республикой а страной Беларуси ну прежде всего да? давайте не забывать что это наше с вами естественное состояние на протяжении всей истории что нас поджимают и нас не любят мы на протяжении последних 100 лет по сути дела живем под санкциями безостановочными да у нас санкции не было только сорок первого по сорок пятый год не надо иллюзий никаких на это счет нас постоянно будут зажимать второй момент я не считаю что подушка безопасности в виде Украины потеряна в силу хотя бы того что президент страны Владимир Путин недвусмысленно дал понять свое отношение к возможному появлению натовского контингента на Украине и последующий после этого сразу симметричные меры ведь вы заметьте да поляки орут давайте им сразу сказали ребят никаких вопросов вы получите симметричный ответ в Калининградской области и сразу очень сильно испортилось настроение Варшаве по этому поводу вы поймите да что в массе своей вот если мы вынесем за скобки Североатлантический альянс то поведение всех этих стран это напоминает знаете такого нашкодившего ребенка который вам с 50 метров орет дядя ты дурак когда дядя начинает даже не снимать ремень а когда дядя просто поднимает глаза и смотрит пристально на вот этот объект шума там душа уходит в пятки ведь очень легко там на той же Украине орать о том что мы тут ведем значит гибридную симметричную войну ребят какая война вы о чем вы еще искренне думаете что война в двадцать первом веке это что танковые удары по разветвленным направлениям собирание войска в котлы зачистить да перестаньте удар высокоточным оружием массовый и все и вы там превращаетесь в радиоактивный пепел черепашками будете ползать те кто выживут но все же прекрасные нормальные люди понимают это балабольство стоит вот в интернете диван эксперты рассуждают особенно на Украине сколько значит часов они способны сдержать удар русских танков я вот думаю господи минут человек ты танк то видел в жизни вообще сам вот я всем советую не фильмы дурацкие смотреть а пойти в музей встать в пятидесяти метрах от этого танка а лучше в пяти постоять посмотреть на эту махину и понять сколько ты выдержишь секунд когда он на тебя будет ехать даже не стрелять просто ехать я вас уверяю это очень страшное зрелище поэтому все эти рассуждения это рассуждение малограмотных людей абсолютно которые не понимают вообще предмета разговора я думал мне там один человек написал что вот значит когда когда эту стену Яценюга не строили что она будет способна сдержать танковые удары России и противодействовать пехоте и думаю что ты нормальный вообще а кому это нужно все это понятно а вот здесь вопрос ну в тему как раз из чата Шойгу недавно объявил что для противодействия наращиванию сил альянса непосредственно близости от границ РФ до конца шестнадцатого года в западном военном округе сформируют две новые дивизии еще одна появится на юге России но по факту они все будут расположены вдоль границ Украины как будто бы Россия ощущение такое готовится к отражению нападения именно со стороны Украины как вы думаете как вы прокомментируете но это абсолютно правильное решение потому что вы поймите когда у вас вот считайте да у нас с вами есть квартира да в соседней комнате живет сумасшедший с оружием который в порывах неконтролируемой ярости все время пытается нам вломиться но делает он это своеобразно он не стучит в дверь прикладом а он орет из-за стены что он скоро объявит вам войну и придет вас убивать понимаете ну нельзя еще там будет у них в Киеве это же поймите это обезьяна с гранатой завтра условно там какой-то Белецкий скидывает Порошенко и чего у того ума хватит пойти отбивать исконно украинский Краснодар и Хабаровск ведь Краснодар и Хабаровск обозначены на украинских картах как украинские земли я так напоминаю да ладно правда что ли конечно какой ужас но уже ничего на самом деле не удивляешься с Украиной но это же не сейчас это же не их придумка они еще в девятнадцатом году сделали ой какой ужас и сейчас ростовской области это тоже Украина ну и придет вот такой вот условно Белецкий который начнет это реализовывать и что вот для того чтобы у этих людей не было иллюзий что у них будет сладкая жизнь героический поход создается войска для того чтобы человек понимал что героический поход у него будет в могилу и путь этот будет очень короткий несколько минут ну не понимают если люди по хорошему скажите а как вы думаете все таки но там у меня еще есть куча вопросов по миру сейчас мы да я буду вам задавать там и про Армению про Турцию с Украины уже наверное сейчас закончим как вы думаете долго ли продержится вот это состояние я не знаю агонии у Украины сколько она еще продержится в принципе может продержать ну это очень сложный вопрос там скорее можно говорить об интеллектуальной агонии да 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 или коллапс таком абсолютном интеллектуальном но до тех пор пока им там деньги будут давать какие то они будут вот так вот подавать признаки жизни пока им же не дают ну какие то суммы им дают все таки американцы европейцы пока дают это будет действовать и как только давать перестанут все это рухнет это в полном смысле будет крушение вавилоновской башни ну давайте спасибо значит с Украины закончили пока по крайней мере есть вопросы по поводу Армении как вы думаете какие причины какие будут дальше варианты развития событий ну я уже говорил еще после энергомайдана этого что это будут продолжать и дальше делать вы поймите там вкачиваются огромные деньги в оппозицию тот же самый украинский сценарий ничего нового а почему так инертно там относятся не разгоняют это с чем саркися на чем думают нет пример украина не послужил хорошим таким знаете по башке не настучали смотрите история крайне простая значит у Армении есть внешний противник да там состояние ни мира ни войны я имею ввиду Азербайджан с этой точки зрения вот когда у тебя такая кредитная история да погружать страну в очень острый политический кризис крайне нежелательно а кровопролитие это ровно оно и есть это первое второе если условно армянское руководство идет на силовое решение конфликта сразу вся эта шварь из серии там радио свободы и аффилированные с госдепартаментом США фонды начнут орать что это чистом виде тоталитаризма и надо договариваться с террористами обратите внимание да интересный момент вот они пытаются с ними договариваться и все орут вокруг те же самые люди что вы с ними разговариваете их надо уничтожать цель очень простая любой ценой дестабилизировать обстановку любой это нужно в госдепартамент США ну как девчонки для того чтобы вывести страну из российской орбиты условно из орбиты русского мира евразийского пространства экономического ДКБ и так далее в смысле чем грозит Азербайджан ну для Азербайджана она выгодна потому что как только в Армении ситуация раскачается можно переходить в наступление по Нагорно-Карабахскому фронту история ведь крайне простая вот очень многие люди почему-то вот рассуждают об этом вынося какие-то события за скобки но картина целостная она другая там есть абсолютно незначительный процент оппозиционеров отрабатывающих гранты вот мне тут рассказывал тоже один человек что это вот это был мирный такой протест ну ни хрена себе мир значит деятеля упаковали за незаконное хранение оружия его соратники не пикет провели около прокуратуры а взяли заложники убили несколько человек это мирный протест такой? какое-нибудь осуждение вы видели там в эфире радио свободы этих событий? да нет конечно 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 а почему люди поддержали террористов взявших заложников ну а кто поддержал? ну поскольку мы армянский язык не знаем сложно 50 человек поддержал да это вот люди на зарплате у фондов это что это люди ну перестаньте но вышел главный армянский оппозиционер и сказал ребят вы чего ну 50 человек это вообще это пыль под ногами сами оппозиционеры говорят о том что это такое люди отрабатывают зарплату вам за это платят вы сможете спрогнозировать каким-то образом ситуацию в Армении что будет дальше? я думаю что этот вопрос решат силовым путем рано или поздно так уже всех отпустили же будет повторение? я имею ввиду вопрос оппозиции а я поняла извините как в Казахстане да где сейчас усиливают уголовное наказание за подобного рода деятельность принципиально для Армении ничего не изменится потому что все абсолютно там политики ну здравомышленные не те которые с кастрюли на головах прыгают по майданам а все здравомышленные политики понимают что никакой альтернативы российскому курсу быть у них не может их просто не будет это не фигура речи просто этой страны не будет этой нации не будет вообще их уничтожат и они живут только по сути потому что у них есть поддержка России потому что если бы не российское условно интеллектуальное там физическое какое-либо другое присутствие там были бы проблемы очень серьезные а пару слов по поводу казахстана что там и тоже развитие ситуации как вы видите но в казахстане главный оппозиционер покончить свои деятельности вы знаете об этом он тот который раз в неделю пикетировал наше посольство с воплями и русофобскими заявлениями он уже все ушел на покой он сказал все я больше не хочу я мухожок да ну потому что как только человек узнал о том что там собираются ужесточать наказание он понял что борцовствуют лучше в другой какой-нибудь отрасли вы поймите это да это вот все ж такие вот как пиранья да там что-то налетают это ж пока государство силу не показывает как только государство начинает адекватно реагирует на подобного рода деятельности а потому что она зачастую является абсолютно деструктивной и антигосударственной сразу возникают у людей проблемы сразу возникают у людей проблемы и выясняется что многие этим заниматься не хотят одно дело как ты гражданин США да и когда ты тяпкаешь там откуда ты из Праги а совсем другое дело как ты гражданин этой страны ты будешь отвечать по действующему там закону не надо что добровольная иммиграция ну далеко не все к этому готовы ведь удобно же борсунствовать в интернете когда за тобой никто не придет а если придут а если придут то что тогда Армен смотрите в чате пишет вопрос я правда не знаю насколько он корректен читая армянские СМИ встречается очень много антироссийских высказываний и претензий к России насколько в действительности вот это русофобское настроение в Армении прокомментируйте ну пол процента людей аффилированных получаешь заплаты в структурах там я вот сколько раз за последний год там был по работе я ни единый не слышал критические фразы по поводу России при том что я армянским не владею вот и во мне вообще от армянского во мне только вот внешность и имя с фамилией я из очень давно обрусевших ну да мы слышали в нескольких покорениях уже ни один человек мне не высказал претензию о том что я а я же могу только на русском разговаривать никто мне ничего не сказал по этому поводу а поверьте что я там встречался ну там сотни две людей наверное за каждый приезд я отучивал вот а это как бы ну радио свободу да она там пожалуйста это высказывает официальные СМИ ну есть конечно острый момент в котором происходило конфронтация недопонимания ну в частности там по НЖД была громкая история но при этом там же не было русофобских заявлений там ну самое русофобское что вот я видел это что ну мы сейчас все таки две разные страны у нас там есть там своя история культурная можно это расценить русофобским я не убежден в этом да я согласна с вами ну потому что слишком сильно армяне понимают насколько зависимы в настоящий момент ну конечно ну даже вот последняя история это когда в апреле острая фаза была в Нагорном Карабахе ну когда просто некоторые наши скажем чиновники по дипломатическим каналам передали в Азербайджан что ребят у нас вообще тут база в Гюмри есть не искушайте нас провести учения не надо без нужных да свободно это можно не справиться рыпнется надорветесь пацанчики и на следующий день уже садятся за стол переговоров все больше бывать никто не хочет я понимаю что одно дело когда ты извините Россия дремлет а другой момент когда медведь просыпается знаете очень маленькое удовольствие когда ты дергаешь все брусохвосты можно получить копытом в голову это вот ровно из той серии хорошо спасибо а вот теперь по поводу Турции вот это какой-то наверное качели можно назвать не отношение а заявление опять Эрдогана по поводу сбитого суд то пилоты берут под арест то он сам вдруг принял решение как будет дальше собственно ваше видение развитие отношений Эрдогана с Путиным ну и Турции с Россией ну давайте сразу я свою точку зрения обозначу это не стратегический союз а тактический со всеми текающими последствия ни о какой стратегии здесь долгосрочной речи конечно идти не может но в политике тактические союзы бывают на долгие годы и вполне себе иной раз успешно функционируют хорошо а по поводу выхода или не выхода Турции из НАТО это тоже какой-то ну не знаю блеф или что ну то есть турки же вы видели да как они начали разговаривать с американцами по поводу Гюленов и НАТО ну вы знаете сейчас давать прогноз на развитие ситуации в Турции это крайне сложно по причине того что там сейчас идет Валькирия 2.0 это не тридцать седьмой год да потому что вот по той методологии которая там реализуется это вот в чистом виде сорок четвертый год в Германии и чему он приведет на выходе я не знаю там может быть завтра новый мятеж будет потому что ну это невозможно он же всех подряд арестован но двести восемьдесят три охранника арестованы двести восемьдесят три охранника пятнадцать тысяч читателей выгнали а чем он сейчас будет кем вернее он будет воевать с курдами генералитета то нет знаете ну сил у него для войны есть конечно другой вопрос насколько она условно устойчива и не повернет ли она оружие еще против него самого этот момент тоже крайне знаете непонятный здесь спрогнозировать что там будет на выходе невозможно потому что понятно что сейчас еще американцы мстить начнут и так там все эти топовые военные они же все прошли обучение в американских академиях в службку американской армии сплошь такой абсолютно американский контингент имеющий там многолетние связи понятно что сейчас они в какой-то момент будут отвечать Эрдогану но просто когда ты имеешь дело с принцами прикасаться может только к голове это что известно там еще со времен Оливера Кромбеля Эрдогану надо либо зачистить вообще все вот как Гитлер и Сталин поступали в жилобу руины просто а договариваться там невозможно ты унизил армию прилюдно там то еще это ну другое отношение другой менталитет в карме это понятно а вот скажите вот сейчас мы видели такую жестокую жесткую жесткую жестокую зачистку с оппозиции да как бы а почему у нас в России вот до меня не доходит почему у нас Саша Сотник может а почему у нас Эхо Москвы может работать там дождь и так далее все очень просто у нас же с вами демократические государства а не банки а у нас же нет тоталитаризма а потом смотрите попытки условно разбираться насколько я понимаю вы там намекаете в том числе на методологию тридцать седьмого года она затронет всех абсолютно Джина очень легко выпустить из бутылки его потом невозможно туда загнать потом начнется спор а кто более государственный с этой точки зрения но сначала всех не государственников да надо расстрелять закрыть там их москвы по списку всех репрессивов так далее да а потом начнется выяснение кто среди государственных журналистов больше государственников и потом и потом что делать хорошо а ваше личное отношение вот к этим каналам мое мое личное отношение негативное крайне и к деятельности эхо москвы я с этой точки зрения абсолютно согласен с Игорем Коротченко мы многократно с ним об этом говорили и тем более к этим подонкам из серии сотников Бабченко там и прочая вся эта вот категория борцунов но при этом я много раз говорил что ребят если мы начинаем судить по идеологии надо приготовиться тогда к неприятным последствиям для себя у нас свобода слова если эти люди нарушают своим деятельностью статьи уголовного кодекса ну так они же нарушают и не единожды уже нарушают ну смотрите Носик нарушил да и Пянтковский нарушил и они получили уголовные дела тут же автоматически Пянтковский тут же сбежал из страны все борцуствовать проще за границей отвечать за свои слова не хотят вот когда люди нарушают уголовные статьи и получают уголовные дела это одна история а а возводить подобного рода идеологическое преследование это крайне опасно потому что вот поверьте мне как человек который читал невероятно много дел по 37 году при известном желании и вас можно записать в такие же враги как сотник выдернуть слова из контекста у вас я даже не сомневаюсь вот из того что мы с вами поговорили переформатировать и вот пожалуйста и выставить вот вам такой же сотник 2 и что дальше хорошо вопрос тоже из чата как вы оцениваете майдан в москве в россии ну он невозможен какой майдан может быть при смертном полуке 24 миллиона вот вам майдан 24 миллиона вышли в 9 мая этого года вот это показатель гражданского общества гражданского согласия и так далее а потом ну хорошо а кого вы в политические лидеры майдана записывать у кого у кого я тоже не понимаю недоросль Яшин Касьянов слушайте какой рейтинг партии Парнас как вариант Украина поддержала яблоко парнас замечательно у партии яблок какой рейтинг в районе статистической погрешности между нулем и ничем какой рейтинг у этих людей кто за ними пройдет никто дальше на Украине майдан имел в том числе историко-политическую составляющую в виде там всех этих малоприятных подолков вроде там Бандеры Шухевич Кук и так далее здесь кто генерал Власов ну вам при первой попытке публично высказаться о том что Власов при Де порядок на ВД вам разобьют лицо самые яркие персонажи даже вот из этой оппозиции оппозиции которые выступают за реабилитацию в общественном сознании в Ласове они боятся это сделать публичную они публично вам в лицо этого не скажут потому что они понимают что их потом будут сшивать лучшие врачи Российской Федерации этого тоже нету да что еще есть вот много лет с 2008 по 2014 я слышал там про офисный планктон да ну один класс Навальный да Навальный там и прочие которые значит являются опорой всех борцов с тиранией а потом случился Крым и выяснилось что этот ватный абсолютный элемент колорадный да который там единая великая неделимая Россия и все и ушли в кину тут же авторы вот этой вот теории я бы с тех пор и не слышал ну какой майдан из кого это вопрос был из чата я тоже очень скептически к этому отношусь но чтобы люди услышали ваш ответ среди ваших знакомых есть один человек который готов пойти выйти за там Михаил Касьянов ну может быть и нет но мне было очень удивительно от моих знакомых от моих друзей два года назад слышать вдруг да мне в голову бы это не пришло что Крым отжал причем это интеллигенции про чьи там знаете что мы сделали с Крымом отжали да вы представляете мне было так жутко это слушать казалось бы это мои люди мое окружение а оказывается вот такие настроения тоже есть ну у меня тоже есть один такой знакомый у меня есть но дело все в том что он же рассуждает понимаете с точки зрения того он там не был в Крыму естественно да и он рассуждает с точки зрения того что а вот после этого санкции и упал до курс рубля ну то есть понимаете это вот такая есть категория людей которым абсолютно плевать на государственную политику на государственную идеологию на собственный народ им так же глубоко наплевать это вот своя рубашка ближе к телу ближе бы мне самому было хорошо ну понимаете ну самое же яркое вот проявление вот этой вот это скотство абсолютного да это когда там условно навальный говорил о том что надо там идти на русский марш русских притесняют и так далее так далее и вот случается Крым и не делая ровным счетом никакой паузы крымчанам отказали в том что они русские эти же самые люди понятно скажите пожалуйста у меня на самом деле у нас времени мало да и три вопроса по большому счету ну во первых очень интересно ваше отношение к лукашенко тем более сейчас туда по эрдоган летит что там лукашенко россия лукашенко турция вот давайте если возможно отношение позитивно мне доводилось даже встречаться с александром григорьевичем я не так давно был в минске то что я видел мне крайне понравилось никаких поводов для паники нету то что лукашенко будет сейчас с эрдоганом тоже очень хорошо украина сейчас фу украина господи белоруссия независимый государство которое выстраивает свою политику но при этом оно является абсолютно дружественным нам и верным нашим союзникам поводов для паники никаких нету что там есть свой незначительный процент отщепенцев но они простите есть в любом обществе для того чтобы их не было это надо тоталитарную модель строить со всеми вытекающими оттуда последствиями но кстати говоря в белоруссии кгб работает очень хорошо очень хорошо с батикой не забалуешь у него вот такого как у нас разгула либерализма на мой взгляд нет я не знаю как вам кажется но мне кажется нету да абсолютно верно нету но у нас его тоже нет но у нас его действительно нет они все в интернете понятно вот мне там эти либеральчики пишут они там придут и погодят я им говорю да пожалуйста я раз в неделю я готов вас принять Лубянка дом 2 приходите и что то я там никого не вижу это все в интернете а подавляющее большинство это вообще анонимы школьный возраст в котором мамки оплачивают интернет у них там джихад идет они в коментах всех мочат это все фантомно там есть 10 условно идиотов городских сотник бабченко ну что добавим мы потеряли он теперь на Украине там всякие Ксении Лариной и так далее ну сколько их там 20 да и кающихся за всех как и Джакова и они же не сотни людей вы поймете вы посмотрите все вот эти движухи вокруг партии Парнас Касьянов встречает с журналистами на встрече он пресс-секретарь два каких-то инвалида ума вот и ответ на этот вопрос а то что они в интернете очень активны ну и пусть понятно хорошо что от того что они пишут в интернете погодите во времена моего детства были такие же придурки они писали в газету советская Россия там по четвергам на восьмой полосе все время были письма читателей такие же дегенераты теми же словами а во времена совсем совсем моего раннего детства был забор на котором каждый мог написать какую-нибудь гнусность понятно ну а сейчас это интернет заменяет на заборе тоже написано это говорит да хорошо а еще вопрос по поводу как вы думаете в случае победы Трампа изменится ли отношение к России и США ну прежде всего я бы не стал бы закладываться на моментальное изменение вектора отношения между Россией и США потому что это наш противник геополитический очень серьезный противник мне хотелось бы конечно верить что приход Трампа условно послужит неким маркером для ну если не нормализации то хотя бы на поиск какого-то каких-то путей конструктивного разговора но объективно на это надежды у меня не очень много потому что не важно кто там будет президент там есть в том числе военное лобби в стране ну я бы я поняла конечно сейчас появилась информация о том что Янукович собирается давать показания ну в режиме онлайн там конференции по скайпу видимо это ну да Украина требовал это и вы думаете что это каким-то во первых образом повлияет на что-то потому что ну если он скажет правду Янукович да что кто там виноват в расстреле Майдана там где его золотые батоны условно говоря и так далее это что-то изменит да ничего это не изменит и ни на что это не повлияет а кто не знает в мире о том что там произошло на Майдане ну уже фильмы даже показали документальные в Европе по этому поводу и что изменилось что-то нет виноват все равно Россия а что там расскажет Янукович ну не знаю что там это может добавить или прибавить уже все рассказано давным-давно ну понятно в общем это Николай Ян Шазаров уже сколько лет назад там все это рассказал ясно скажите вот здесь вопрос вы признаете референдум в Крыму а признаете ли референдум в Донбассе ну на самом деле по-моему какой-то вопрос но не совсем ну вообще очень странный конечно признаю но я тоже думаю я по-моему никогда не говорил о том что я его не признаю я его поддерживал в тот момент весьма активно и там сотни людей свидетелей могут быть я верю безусловно просто ну вы понимаете что чат это знаете кусочек в социуме где есть своя позиция да конечно но это вот оттуда так и мой последний вопрос вчера выступал Лексуса в Аван и задавали вопросы если вы в курсе как вы думаете они во первых откуда они берут телефоны и как вы относитесь к тому что они агенты от Крымля понятное дело вы знаете со времен СЛОВ что все мы чекисты ничего не поменялось а откуда стоит телефон так это элементарно существуют базы медийные там можно найти любой телефон а вы вы считаете что это не было бы очень сложно через украинских друзей найти за там два дня телефон порошенко прямой мобильный ты перестаньте существуют специальные базы на медийные и в россии и на ничего такого экстраординарного в этом нет там есть вид доступа туда достаточно слить телефоны не проблема вообще журналисты болтливы поэтому получить телефон пресс-секретаря президента украины не очень сложно дальше цепочка выстраивается изучаешь как это работает и все пожалуйста все ясно армен огромное вам спасибо я понимаю что вы уже кашляете потому что долго говорите но напряжение голосовых связок спасибо вам при большое при большое а можно попросить вас что в неделю там через две мы встретимся еще да конечно я к раз тому моменту закончу книгу про оставлено и буду поспокойнее хорошо здорово сегодня даже спасибо вам огромное тогда на сегодня попрощаюсь с вами полтора часа я прямо знаете практически ровненько выдержала и тогда до следующих встреч до связи хорошо всего доброго спасибо вам большое